я сейчас нахожусь в городе даугов пилс и со мной первый латвиец можно сказать которые познакомился паша павел павел можно паша да павел и он настолько клёвый человек что предложил мне сделать экскурсию по городу и сейчас мы находимся на пол как называется это называется храмовая гора потому что здесь находится храмы четырех конфессий основных которые присутствуют в латвии вот литеранская кирха потом католическое костел находится и две церкви получается православные и старообрядческой но вот не знаю вот эта церковь не напоминает напоминает какой-то лонда по часовню скорее германию германия из германии пришло реформаторской от католиков отделившиеся ветвь получалось литеране вот мартин лютер был родоначальник этого он создал там свои не то чтобы свои заповеди но он немножко пересмотрел католические заповеди решил что вот так как он это правильно и пошла такая ветка в германии она появилась на так как латвия очень долгое время находилась под немцами да то получилось что здесь эти храмов тоже хватает и у нас и в реке и но и в других городах тоже они есть по всей латвии ну давай зайдем посмотрим а внутри она выглядит намного круче чем но снаружи она кажется немножко заброшенной первый раз нахожусь в такой церкви кстати это крепость куда мы поедем это крепость это вот музей это одно из самых старых зданий в юген стиле она находится в центре там всю жизнь был детский магазин сейчас уже изменилась там аптека на первом этаже вот такого не встречается православных храмах очень не круто то есть я вообще мне ближе к католике сам них все нет но мне католичество ближе по моему чем и православие здесь вот литеранство это получается как католичество отделены то есть тоже ближе к католикам чем к православию здесь очень лишь все скромно убранство только вот иконы и и все в католических рамах там тоже много всякого золота и конзелей там икон рамки такие там дорогие все а здесь все очень скромно можно пойти ближе к ратаре минимум не на сама вот эта архитектура мне больше ближе не знаю мне нравится намного больше чем купола вот эти золотые крепость вот это тоже уникальное строение можем подъехать тоже это пожарные в центре так раньше пожар на каланчак как называемый странно зайти в церкви не видит на стенах какие-то вот особенно таки какого православных все нарисовано какие-то фрески какие-то ангелы вот эта одежда священников вот эта культа грубо говоря вот они так одеваться нарядные нарядно это на рождество со звездами на этом какие-то разные службы видишь на разные времена года там на каждый свои одежды такая выставка что священники это костика такая слух радует настолько вот вибрации очень приятно у вас есть орган но уж маленький вот получается там в агаран который мы находимся вот смотри это вот старая конфессия старообрядцы этот храм он там вот это получается православный вот через дорогу а вот это другой храм это на гриве наверно этот католический хотя он а это что за сфера был терновый венок и вот сюда свечки не вижу тебя глубокие знания в этих темах но очень и вот очень необычно что в католической церкви есть и фотографии не только то есть и православной церкви и другой ну смотри ты стоишь вот здесь вот в храме и вот молишь и тут хопа и там другой храм другой окно другую храм так интересно в принципе это было не крадо что реально очень близко четыре конфессии никто не конфликтует но это очень дружно бок о бок чувствуется вот энергетово места просто насаждение это что за стол тут наверное книга для гостей написать что-то ты здесь был до весу грамот это для гостей книга для гостей но это на польском нет но пышка пожелания ты можешь не своими здесь вот афиша буклетики какие-то библии салтырии может приобрести там пожертвы не нужны какие-то аскетизм убранство что оно такое очень простое и в то же время как ты погружен в этот процесс в это музыка по этой колонке на показал начать же не мясо ничуть просто обычно а есть хор на в каждом церкви я вот с удовольствием участвовал бы какой-то службе чтобы не уже нравится вот этот на сера и как это на его происходит здесь при каждом храме практически есть еще отдельное здание и там например школа где учить детей когда религия то есть там после после обычной школы у вас преподает в школе религия у нас я говорю к сожалению данные то есть и неважно какой-то религии тебе преподают православие то есть я это абсолютно не поддерживаю потому что тут можно выбирать то есть ты привел как в любой храм и там сейчас поднимаемся на башню а какая высота вот этой башни этой церкви метров 30 есть или меньше больше вот здесь у вас только один колокол здесь да здесь все аскетично все помимо тут вершина башни вот это тепловая станция труба которая гордо тепло дает вот церковь это тоже видно хорошо это православная православная там где много к половому золота это православная а это через дорогу что сказал было было раскол в православной церкви при никоне патриархи никоне в россии был раскол и православные гонениям подвергались те там реформация произошла и подвергались гонениям старообрядцы так называемые они пошли везде в сибирь пошли и пошли в эту сторону европу и у нас тоже очень много есть и храмов и старообрядческих и в принципе деревень даже старообрядческих которые основали старообрядцы уходя от гонений из россии вот смотри вот там очень интересный объект тоже можно туда подъехать вот это или практически оставшиеся единственное в европе это башня вон там видишь ты это называется дроболитейный завод и там таким образом делается наверху стоит печь которая разогрева разогревает полого а потом полого скидывается вниз и она летит остывает и образует дробь и получается внизу когда она падает в воду там дробь получается и до сих пор он функционирует который раньше стреляли пушками да нет не пушками а вот в патроны дробь на водку там до сих пор еще действует там музей есть про все можно сейчас она не работает с коренью ценирует дробью таким способом круто получается католический дело марии он похож на софийский который был по полуцк белоруссии тоже таком стиле ну на самом деле много таких католических башни достаточно много здесь еще интересная такая штука вот подножие вот эти вот все цеха вот здесь вот здесь где-то 7 квадратных километров вот это это завод прям вот тут это завод советское время чинил тепловозы и делал электрички и все такое называть аллезы латвийский локомассиво ремонтный завод мы сейчас тоже там большие сокращения он работает на 20 процентов от бывших мощностей что в советском союзе было ну хоть работает ну чуть-чуть работает там 500 человек осталось а было 5000 старообряческое момент один из храмов на нашей горке раму расскажи мне пожалуйста староверах староверы появились когда в православной церкви произошел раскол приниканье патриархи в россии и потом староверы подвергались гонениям и они уходили из россии скажем из центра россии где было большее количество населения в разные в разные стороны расходились кто куда бежал кто-то бежал в сибирь туда дальше на восток кто-то на запад вот в латвии появились они тоже и вообще по по всей европе и причем есть такие даже староверы которые там даже в австралии то есть настолько далеко они убежали и там у них свой уклад как как было до раскола раскола православной церкви какие у них традиции вот ты жил ряда с такой верой с такой церкви может и с ними лучше знаком но не сильно контактировал честно говоря но они носят бороду не стригут у них строже все гораздо чем чем у католиков и чем у православных там службы стоя по моему проходит нельзя там посадиться но православных не то же самое ну возможно да но там они долго довольно таки сама служба долго идет и все это мало я знаю честно говоря надо у них спрашивать мы только что были в католической она была закрыта это твоя вера на твоя церковь ты там идешь на службы нет я могу в любой храм прийти ну то есть католических храмов у нас тут десятки на самом деле в городе и вокруг города то есть каждый раз можно сходить другой костюм но обычно да в этот хожу просто ближе ближе к дому расскажи чем по-твоему отличается католичество от православия скажем так вас на в основе лежит этаже аврамическая религия просто догматы несколько разные то есть какие-то ритуалы по-другому происходит в целом сильно различий больших нет на самом деле таких вот прям гигантских различий как между скажем мусульманством и католизм католицизмом такого различий таких нет хорошо спасибо идем тогда дальше православная церковь долго пилс очень огромная церковь павел повтори пожалуйста историю про военную то есть военная церковь есть получается крепость в которой был гарнизон русская армия стояла и для того чтобы причастить причащались солдаты их было очень много и построили вот эту и так понимаю называется борисоглебский собор бориса и глеба она довольно нетипична для православного архитектура потому что колонны присутствуют внутри что обычно в православных храмах не бывает но так как он очень большой поэтому для поддержания стен то есть кого колоннаду поставить пациент это зайдем посмотрим открыто а ты говорил про колонна пройти колонна да не да вот колонны видишь вот эти колонны тут и тут и вообще не бывает такого у них обычно это пространство целиком то есть это больше на католических храмах похоже по архитектуре но по сути он пространство целиком он слышен и плавно предпочитает что это крупная пласть Субтитры создавал DimaTorzok Видишь, здесь пушки торчали натих. Вот не отреставрированные здания, а вот отреставрированные здания. Контраст чувствуется. Это музей имени Марка Ротко. Родился он у нас в Даугуске. Очень знаменитый на весь мир художник, но в Америке прожил большую часть жизни. Вот это Марка Ротко-Центр. Вот это Марка Ротко-Центр. Написано, грамоты с обманом. Ты приходишь, какую-то книжку кладёшь, какую-то берёшь. Просто обменял и всё, ничего класть не надо. У нас в городе несколько есть таких мест. Бывшие телефонные будки под это оборудование. Просто стоит на улице телефонная будка. Ты можешь прийти и взять книжку, какую понравится. И какие-то свои вернуть и отдать. Я восхищаюсь такими рисунками. Это то, что мне нравится и то, что я хочу видеть в какой-то галерее. Вот здесь была Европа с Максом Денос. То есть были дни европейской культуры и была какая-то арт-найт. То есть ночь искусства. И в одну эту ночь люди собрались и всё это нарисовали. Так как Латгалия, западная часть, восточная часть Латвии входила в состав Российской империи. И дабы усилить западные рубежи Российской империи и создать естественный барьер на пути французского войска. Так как вам известно, начало 19-го века. Война с Наполеоном. Война Российской империи и с Наполеоновской армией. Наиболее подходящим местом являлось вот это место. За счёт того, что высокий уровень грунтовых вод, Естественный барьер западной адвинарии под Алгавой, как её называют в туши местные люди. Было принято решение царским командованием возводить здесь крепость. Наша крепость является крепостью бастионного типа. И является последней крепостью бастионного типа, которая была построена в мире и самой молодой. Так как с 16-го века все крепости, как правило, строили на высоких холмах, крепости имели высокие башни и не такие толстые стены. В связи с тем, что с 16-го века начинается активное развитие артиллерии, данные крепости уже не выполняли своего стратегического значения. Военные инженеры с этого времени принимают решение строить крепости не на высоких холмах, а в низинах. В низинах, в болотистой местности, где можно быстро заполнить защитный ров, создать естественный натуральный барьер. И такого типа крепости строились с 16-го века по 2-ю половину 19-го века. Помимо всего прочего, главным преимуществом крепостей бастионного типа является то, что у них нет слепых зон, которые присутствовали в крепостях до 16-го века. Здесь при помощи фланкового огня вы можете контролировать всю территорию, все действия неприятия. Знаменитая битва между вторым корпусом наполеоновской армии. Самого наполеона здесь не было, он шел немножко южней. У нас было именно северное направление фронта. Сама знаменитая битва состоялась 1 июля 1812 года. Три дня французская армия пыталась взять предмостовое укрепление, находящееся на левом берегу западной длины. Но героическое, отважное сопротивление бойцов и плюс некое преимущество в укрепрайоне, преимущество в артиллерии, позволило отстоять эту территорию. И французы пошли не на Санкт-Петербург, а свернули в сторону Полоцка, в сторону Москвы. Поэтому 20 июля в этом году состоится 5-летний юбилейный фестиваль реконструкции, куда, если у вас есть желание и возможность, хотелось бы вас пригласить. Будет много мероприятий, концертов, реконструкций и битвы. Будет очень интересно. Так, как наши крепости являлись бастилану отец, мы крепости строили до 2-й половины 19 века. Как только она была построена, она сразу же морально устарела. Потому что артиллерия стала еще мощнее, появлялись нарезные стволы, нарезные пушки, позволяли стрелять на более дальние дистанции, более точно и причинять значительный урон. Крепостным сооружением наши стены уже не представляли основную угрозу. Поэтому с середины 19 века военные инженеры принимают решение строить крепости так называемого «фортового типа», где у вас нет единого центра, а много мелких крепостей раскиданных по огромной территории. Когда вы пытаетесь занять какой-то один укрепрайон, вам передают пламенный привет соседней крепости. Задача по захвату местности значительно усложняется. Сейчас мы находимся с вами в информационном центре крепости. Историческое здание было построено в 1866 году и выполняло функцию водоснабжения. Первая в истории Латгалии система водоснабжения. Здесь как раз сохранилось наше индустриальное наследие. Водный резервуар. Примерно 37 тонн. При помощи паровой машины, находящейся за этой стеной, закачивалась жидкость из трех колодцев. И потом по подземным галереям техническая жидкость. По-моему, все воинские объекты, все воинские постройки. Сейчас здесь небольшая экспозиция. Три основные армии, которые больше всего времени находились на территории нашей крепости. Российская императорская армия в зеленых костюмах. Очень часто ее путают с армией французской. Но французы имели подобный фасон, но другой цвет. Темно-синий цвет и флакран Франции на обеколках. Армия первой Латвийской республики, которая дислоцировалась в крепости с 1920 года по 1940 год. И во время Советского Союза здесь располагалось высшее реализационное инженерное училище. Готовили инженеров, обслуживающие персоналы. Кто занимается авиацией, кто занимается летной техникой. Также экспозиция флагов. Латвийский государственный флаг. Он сейчас такой, да? Да. Изначально является настоящим флагом Европы. Изначально принадлежал племя медементов, которые проживали на территории Латвии. Долгопилский флаг. Единственное, здесь изгружено первое артифекционное сооружение, которое было построено в XIII веке, в 1275 году. Лионскими рыцарями крестоносцами недалеко от нашего центра, от нашего города. Флёр-де-лис, геральдическая линия, значит то, что территория Латгалии находится под покровительством Дева Марии. И наша река Долгава, либо западная двина. Очень необычный флаг. Очень часто путают этот флаг с флагом Британии. Миньон джек с флагом Норвегии, но это флаг всех крепостей Российской империи. Немножко похож на английский. Да, только у англичан синий фон, красный крест и белое перекрестие. Три криста у них соединено. Флаг Шотландии, флаг Англии и флаг Уэльса, если не ошибаюсь. Но, если инверсировать цвета, то получится английский флаг. Такой вот необычный. Все крепости Российской империи имеют единый стандарт. Штандарт Павлов. Спасибо большое. Ну как, в то время было так, что ты доходишь до столицы, берешь столицу и вся территория становится твоей. Зачем все захватывать? Тогда просто в этом не было смысла. Он когда шел, он грабил все. То есть убивал все. И когда его гоняли обратно по той же дороге, к которой он пришел, он просто армия от голода умирала. Потому что уже нечего было грабить. Ну вот тут ощущается вот этот дух средневековья. Не среди вековья. Ну поздний, да? Конец уже, начало 19 века. Да, начало 19 века. Для меня. То есть ну эти деревянные мосты эти. Тут еще ворота такие ставить. Железные. Нет, они кстати деревянные. Причем когда их реставрировали тоже. Пришлось то же самое дерево искать. Там какой-то дух или что-то. Тоже дико дорого отреставрировали. Это Николаевские ворота. Вообще в крепость входа. Четыре входа со всех сторон. Там и там. То есть четыре входа. Вот здесь вот отстреливались из ружья. А вот в этих стояли пушки. Вот в каждом окне по пушке. То есть взять этот мост было очень сложно? Да его деревянные. Его просто поджигали если надо. И ты не пройдешь. И тут еще вода, да? Да. Была она раньше вот примерно по тем камням. Вот я посетил первый город Латвии. Который называется Даугав Пилс. Как мне рассказал Павел, Даугав это речка, которая течет рядом. А Пилс это означает город на языке. Поскольку это мой первый город. Мне очень понравилось. Очень много достопримечательностей. Очень классная крепость, которая с 18-19 века. И встретил очень интересного человека. Который зовут Павел. Ему 40 лет. Этот человек, можно сказать, взял меня, когда я стопил. И просто сказал, у меня есть время, я тебе покажу город. И не просто показал, он мне рассказал очень много интересных фактов. Очень много историй о городе. И просто очень классный, классный человек, который очень рад, что я с ним познакомился. Он не только рассказал о городе, но еще дал мне очень много советов, как правильно снимать хорошее видео, как правильно монтировать, потому что он работал в монтаже. И надеюсь, в будущем буду держать с ним связь, потому что побольше таких добрых людей, которые помогают в мире. И желаю ему только счастья. А я должен идти дальше, уже в сторону России. И рад, что меня судьба привела через Латвию, потому что этот новый подарок я получил огромное, огромное количество положительных эмоций. И просто рад. И не важно, что вчера я бы получил штраф, который меня через Латвию привело, нужно пройти границу. Это все, что не делается, все делается к лучшему. И это для меня было лучшее.